Модели это сущности, в которые мы добавим некоторые дополнительные методы. В нашем случае это будет возможность сериализации и десериализации в и из JSON, так как API сайта ответит данными в формате JSON. Поэтому нам нужен способ конвертировать их в объекты Dart и обратно. Итак, давайте в папке Models создадим файл. И файл я назову как PersonModel. Это будет класс, который давайте назовем PersonModel. И унаследуем его от нашей сущности PersonEntity. И давайте теперь просто передадим все параметры конструктора суперклассу. Все поля у нас имеют модификатор Required, поэтому давайте подключим метод. И теперь давайте все параметры конструктора PersonModel передадим суперклассу. Ну и теперь давайте реализуем логику преобразования. И начнем с метода FromJSON, который будет возвращать экземпляр PersonModel. С теми же данными, что и JSON. Это у нас будет фабричный конструктор FactoryPersonModel.FromJSON. И как принято в Dart, FromJSON всегда принимает в качестве параметра MapStringDynamic. И он у нас будет выводить тип, в данном случае PersonModel. Итак, у нас первое поле ID. Мы будем его получать из JSON. В ответе он так и будет называться как ID. И то же самое проделаем с другими полями. У поля Origin мы должны получить Name. Поэтому сначала обращаемся к Origin, а потом к полю Name. То же самое с Location. Поле Episode у нас содержит список стрингов. Поэтому мы преобразуем его сразу в объект List. Следующим образом. А поле Created мы приведем к типу стрин через DateTime. Используем его конструктор Parse. И приведем его к типу стрин. Итак, первый метод FromJSON готов. Теперь реализуем второй метод преобразования объектов в JSON. Через метод ToJSON. По соглашению это метод экземпляра, возвращающий MapStringDynamic. И так мы реализовали второй метод ToJSON. Давайте вернемся к полям Origin и Location. У них мы должны получить Name. Чтобы они отработали правильно, предлагаю создать еще одну модель и назвать ее LocationModel. Это у нас будет класс LocationModel. И унаследуем его от LocationEntity. И здесь также мы передадим параметры конструктора суперклассу и реализуем два метода FromJSON и ToJSON. Следующим образом. И теперь давайте вернемся к нашей модели PersonModel и немножко изменим поля Origin и Location с учетом класса LocationModel. Итак, если у нас Origin содержит какую-то информацию, то есть не равен Null, тогда мы эту информацию будем получать из LocationModel, используя конструктор FromJSON. А иначе будем возвращать Null. И то же самое сделаем с полем Location. Теперь у нас есть модель, которую мы можем преобразовывать в и из JSON. Некоторые программисты говорят, что модели должны содержать только некоторые дополнительные поля, которые не реализованы в сущности, а не какую-либо логику преобразования, которую вместо этого следует поместить в отдельные классы, Mapper. Все зависит от обстоятельств. У нас нет дополнительных полей для добавления, и я считаю, что код преобразования прямо внутри модели проще в использовании. Итак, наша модель готова. В следующих видео займемся реализацией источников данных.